Гитара В студии ведущая программы «Исповедь гитары» Татьяна Суворова, и сегодня у нас в гостях блистательный гитарист из Санкт-Петербурга, лауреат международных конкурсов Дмитрий Соколов. Здравствуйте. Дмитрий, вы играете на семиструнной гитаре, и, наверное, знаете, в чём секрет её, чем она очаровала современного человека, перегруженного гаджетами, заботами и хлопотами. Почему на ваших концертах всегда аншлаг? Ну, на этот вопрос можно ответить достаточно просто, потому что русская гитара семиструнная, она вышла из русской песни. Это как бы у нас в крови. То есть человек начинает отдыхать. Когда он сидит и слушает русскую семиструнную гитару, он уходит из этих гаджетов и прочих технических приспособлений, и начинается другая мозговая деятельность, скажем так. Вот как раз за это я и люблю гитару семиструнную. За её душевность, напевность, ведь это вот её природа. Ещё Семён Аксёнов, ученик сихры, основоположник русской семиструнной гитары, жил он в Петербурге. И его ученик Аксёнов как раз вот и взял на вооружение, увидел эту природу русской семиструнной гитары, сходство этой природы с русской песней. И уже его ученик Высоцкий, можно назвать его учеником Аксёнова, он уже развил дальше вот эту вот линию. Но уже в Москве, и мы знаем, что у Михаила Тимофеевича Высоцкого учился Михаил Юрьевич Лермонтов, совсем юный. Это уже кумир музыкальной Москвы. Но мне кажется, что Вас на создание интереснейших концертных программ вдохновляет как раз Санкт-Петербург, город, в котором Вы живёте и который Вы любите всей душой. Да, это замечательный город. Но и Москва не менее замечательный город. Но вот в Петербурге как раз семиструнная гитара начала свой шаг. Уже в веке 20-м. Да, уже в веке 20-м, спустя некоторое время забвения, связанное с... С всякими идеологическими ярлыками. Да, мечанством, пережитком царизма и тому подобные вещами. И в начале 20-го века появился такой вот гитарист Матвей Павлов-Азанчеев, наш блистательнейший семиструнный гитарист. И мы можем послушать сейчас одну из его прелюдий. Для Вас играет, дорогие друзья, блистательный гитарист из Санкт-Петербурга Дмитрий Соколов. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Замечательная запись. И я думаю, что для каждого гитариста-семиструнника имя Матвея Павлова-Азанчеева особое. Да, это действительно так. У него интересная судьба, образование. Ведь все-таки человек закончил Московскую консерваторию по классу Виланчейли, как дирижер и по композиции. Учился он у самого Ипполитова Иванова, классика русского, который, можно сказать, его спас от войны. Дело в том, что Матвей Павлов-Азанчеев записался в ряды офицеров и пошёл воевать в Первую мировой войну. Но его учитель Ипполитов Иванов, он сказал, что мой ученик может пригодиться совсем в другом месте и направил его на Кавказ дирижировать. Ну, а дальнейшая судьба Матвея Павла-Азанчеева, в общем-то, трагична. Трагична, да, как пишет сам Павл Азанчеев. За старческую болтовню его сослали с женой в ГУЛАГ. Ну, и там он не растерялся, он взял с собой гитару. Значит, спереди он наклеил изображение Сталина, сзади Ленина, и как бы гитару никто не трогал, не смел на неё покушаться. Ему присылали нотные тетради, нотные листы, чернила, и он мог продолжать творить. Ну, а вот произведение, которое сейчас прозвучало, это такой своеобразный ответ Иоганну Себастьяну Баху. Да, это прелюдия, скажем так, на органно-басу, она написана в реминоре, и это такой, да, ответ Баху. Кстати, написана она была вот именно в те годы. Очень интересно слышать петербургские истории, и, наверное, ещё одно имя мы можем вспомнить, слушая ваши записи. Да, это ещё один замечательный корифей русской музыки. Это Василий Андреев, баллаечник, его именем назван сегодня. Русский народный оркестр государственной имени Андреева, да, и вальс «Бабочка». Да, но причём здесь и Санкт-Петербург, да при том, что именно Василий Андреев вёл в роскошные гостиные простую русскую балалайку. И именно в этих гостиных столице и задумывался этот великорусский народный оркестр. Ну, а гитаристы делают аранжировки сочинения Андреева. Да, вот эту вот аранжировку сделал блистательный гитарист московский Борис Окунев, вот, и мы до сих пор играем его. Мы послушаем вальс Василия Андреева, который называется «Бабочка» в исполнении нашего гостя, замечательного музыканта, блистательного гитариста Дмитрия Соколова. «Бабочка» 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 «Бабthink� sih prodaso» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий, вы объехали всю Россию с семиструнной гитарой. Скажите, пожалуйста, как всё-таки к семиструнной гитаре относится сейчас публика? Публика относится к семиструнной гитаре с большим воодушевлением, интересом, причём с неподдельным интересом. Даже боюсь сглазить. Потому что инструмент не новый, но тем не менее как-то забытый, незаслуженно обойдённый. Я вот сам родился в Сибири, в городе Иркутск, и учился там в школе замечательного, одного из лучших вообще педагогов в Сибири, Олег Юрьевич Блинов. Можно ему привет, наверное, передать, если он слышит. Да, большой поклон всегда мы его вспоминаем, нашей семьёй и с друзьями. На таких людях, на самом деле, держится всё искусство, на таких сподвижниках. И затем я уже поступил в Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных, где учился у заслуженного работника культуры Виктора Ирзунова. Затем поступил уже в Академию имени Маймонида в Москве, в класс Евгения Юрьевича Финкельштейна. Там я учился и Евгения Юрьевича, и Михаила Корнишина, и Равшан Мамиткулиев сейчас там работает. Блестательный гитарист. Да, вот сейчас такое движение идёт мощное. Владимир Маркушевич во главе этого движения основал это всё дело. Сейчас вот проходит конкурс русской семиструнной гитары, много участников, я бы сказал, даже ажиотаж просто. И отрадно, что вот это мощное движение по возрождению семиструнной гитары в России поддерживают очень многие современные композиторы. Да, это вот немаловажный факт, потому что если для инструмента не пишут современные композиторы, то он как бы получается мёртвым инструментом. Или музейным. Да, но, к счастью, есть у нас такие композиторы, как Алексей Степанов, Сергей Кравчук, Александр Вула и яркий музыкант Василий Антипов. И мы можем послушать сейчас одно из сочинений Алексея Степанова. Сейчас прозвучит одна из частей триптиха на темы сборника Кирши Данилова. Кирша Данилов – это был такой собиратель сказаний, былин на Урале, работник завода Демидова, он был там кузнецом. А собирал песни, которые до сих пор вдохновляют и композиторов, и исполнителей. Причём, интересно, записаны были они на Урале, изданные в Петербурге, а Степанов уже в Москве сочинил это произведение триптиха. Вот первая часть этого триптиха имеет тоже весьма необычное название. Называется она «Щелкан Дюдентьевич». Играет Дмитрий Соколов. «Щелкан Дюдентьевич» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok